Здесь по-прежнему работают торговые палатки и ходят люди, но теперь незаконно. 1 января 2017 года истекла лицензия рынка Агрорязань, больше известным как рынок у торгового городка. Точно одним сгущаются давно, целое десятилетие ходят слухи и поступают угрозы, но до конкретных действий пока не доходило. Поэтому и сейчас в окончательную ликвидацию никто не верит. Официальных документов нам вообще никто никаких и не показывает. И не предлагают нам, например, завтра рынок закрылся, приходите у нас работаете или что-то. Нам никто ничего не предлагает. Никого не было, никто не приходил, ни о чем нам не говорил. Стоим в неведении, работаем, работаем. То есть никаких... Нет, нет, никого не было. Ни с администрацией, ни оттуда, ни сверху, ни откуда. Мы в неведении сидим. И такая тоже не работает. Подвешенное состояние уже надоело просто. Мы не можем ни товар закупить, ни в полную силу работать. Так, ходим. Закрытый рынок делать. Это проще простого. А создать условия для работы? Мама, не хочу. Елена торгует здесь уже 20 лет. До пенсии ей осталось 2 года. О том, куда идти, если рынок все же закроют, не хочет даже думать. А между тем администрация города настроена решительно. Продлевать лицензию они отказываются из-за отсутствия на территории рынка капитальных строений. Для модернизации имеющихся, оставшихся со времен СССР, уже несколько раз пытались найти инвестора. Но безрезультатно. Поэтому с 28 января на месте рынка откроют ярмарку выходного дня. В ней примут участие больше 30 сельхозпроизводителей региона. В том числе на нее приглашают предпринимателей, которые торговали здесь раньше. Но этот вариант продавцам совсем не нравится. И как нам сказали, расторговый товар из администрации рынка, 28 вам хватит. А он мне не подсказал, куда мне 29 выйти. Я тоже хочу кушать и мне нужно за квартиру платить. Нерегулярность и нестабильность – вот что пугает людей. Где гарантия, что после первой ярмарки власти организуют вторую? К тому же такой формат работы открывает возможности для финансовых спекуляций. Участие в ярмарке условно бесплатно. То есть деньги, собранные сельхозпроизводители, идут на хозяйственные нужды. Среди которых, например, уборка снега. Однако в том, что все они пойдут на благо граждан, люди сомневаются. В данный момент они подали обращение в прокуратуру и повторное обращение к губернатору Рязанской области. И мы на этом не остановимся, будем писать. Может, даже Путин позволим, потому что горячие линии есть. Сейчас администрация города готовит официальный ответ. Мы будем держать вас в курсе событий.